Как разбираться с такими симптомами, которые приходят и уходят? К примеру, головная боль. Во время того, как вы будете служить людям со временем, вы будете учиться сами на своем опыте. Я делюсь с вами своим опытом, чтобы дать вам колчок. Поэтому, когда кто-то мне рассказывает о своих симптомах, я извлекаю ключевые слова. Они помогают мне узнать, с чем мне приходится воевать. К примеру, кто-то говорит, я не знаю, в чем у меня проблема. Врачи не могут понять. Как только я слышу, что врачи не могут определить диагноз, я сразу же имею дело с духом немощи. То есть это дух немощи. Когда нет особых физических повреждений или проявлений болезни, но боли приходят и уходят, тогда это духовное воздействие. То есть атака сатаны. Дух немощи – это дух слабости. Дух страха – это не дух, который пугает человека. Это дух, который сам напуган, он сам по себе дерганный. Этот дух желает проявлять себя в человеке в виде дерганности от страха по малейшему поводу. Духи не стараются заставить вас что-либо делать. Они желают проявлять себя через тело человека. По сути, дух святой желает также проявляться через вас. Конечно же, есть проявления человеческой плоти или характера, гнев, страх. Но происходит то, что зачастую эти проявления имеют демоническое происхождение. Бог дал нам не духа страха, или, как сказано в оригинале, духа застенчивости, но духа любви и целомудрия. Бесы должны бояться вас. Они должны смотреть на вас, как бы вы смотрели на ребенка с заряженным пистолетом. Они не знают, когда вы выстрелите. Поэтому дух страха – это, скорее всего, то, что мы называем чрезмерная застенчивость, интроверт. Чтобы быть смелым, нужно быть всецело убежденным в том, что вы знаете и во что верите. Вера – это знание и убежденность в том, что вы знаете. Если я спрошу, как вас зовут, вы мгновенно мне ответите. Но я скажу, нет, назовите ваше настоящее имя. Вы будете в недоумении, потому что вы уже сказали мне свое имя. Но если я очень долго буду сомневаться, что вы сказали мне свое настоящее имя, вы будете на меня злиться. Вы выйдете из себя, потому что вы знаете свое настоящее имя. Вы мгновенно можете произносить свое имя. Когда вы так быстро научитесь произносить Слово Божие, так же быстро, это и будет смелостью. Смелость – это способность свободно говорить. Самый первый страх каждого человека – это публичное выступление. Интересно, что этот страх как раз и противоречит тому поручению, которое дал Иисус – проповедовать Евангелие. Люди мне говорят, я возлагал руки на больных, и ничего не происходило. И что вы теперь делаете после этого? Люди отвечают, что перестали возлагать руки на больных. Я спрашиваю, вы теперь видите больше исцелений с того времени, как перестали возлагать руки? Конечно, нет. Библия говорит нам это делать. И вы делали? Да, но без результата. Таким образом, вы были в послушании Слово, но без результата. Но с того времени, как вы перестали возлагать руки, вы в непослушании без результата. Что же лучше? Быть в послушании без результатов или в непослушании без результата? Но третье, конечно же, лучше – послушание с результатами. Когда вы уберете весь мусор со своего пути, вы будете в послушании с результатами. Знаете ли, что если бы каждый человек, за которого я молился и возлагал руки, падал бы замертво, я бы все равно продолжал бы молиться и возлагать руки. Потому что Библия повелевает мне это делать. Конечно же, очередь для молитвы за исцеление была бы очень маленькой. Я здесь говорю вам о том, что Библия уже вам сказала. Наша проблема в том, что мы хотим тех результатов, которые Бог обещал, но путем, которым мы желаем. Мы хотим свои правила установить. Не вы придумали это постановление о молитве за больных. Вам нужно стать в одну линию с теми, кто придумал это. Может, вам не нравится платить за бензин 8 гривен. Попробуйте налить воды, и вы увидите, во сколько вам это обойдется. Это то, как постановил Создатель. Вы должны возлагать руки на больных. Если бы он вам больше ничего не сказал, того, что он уже сказал, было бы достаточно. Большинство верующих ждут от Бога телефонного звонка. В то время, как он написал им письмо. Но мы ждем звонка, чтобы он подтвердил свое письмо. Когда вы были маленьким, ваши родители говорили вам один раз что-либо. Но затем, если они повторяли вам это снова, я думаю, вы замечали разницу в их голосе. Зачем мы пытаемся получить от Бога подтверждение снова и снова? Вы хотите, чтобы он для вас повторил? Вам, может, это не понравится. Вы помните, как Иисус мог говорить с учениками? Он им сказал, «Вы неверующее поколение, сколько же я буду вас терпеть?» Они были с ним около девяти месяцев, прежде чем он их выслал на проповедь. Вы сколько времени с Иисусом? Иисус привык, что ангелы ему повинуются. Однажды, когда Иисус посмотрел на множество народа, Он сказал ученикам, «Жатвы много, а делателей мало. Молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою». Если вы посмотрите на слово «выслал», вы увидите, что слово, которое использует Иисус, значит «выгнал». Это тоже слово, которое используется, когда говорится об изгнании бесов. Поэтому с такой же силой нужно изгонять верующих на служение, как и бесов из человека. Но легче изгнать беса, чем выгнать верующего на служение. Бесы знают, что они должны повиноваться. Но верующие думают, что они могут выбирать. Они говорят, «Я жду, пока Бог подтвердит слово или даст мне рему». Но таким образом они говорят, «Господь, Ты это уже сказал, но серьезно ли Ты это говорил для меня?» Бог скажет, «Да нет, я не имел в виду этого буквально, забудь об этом слове». Мы не говорим о выборе, делать ли это или нет. Хотите – делайте, хотите – нет. Но Писание говорит, вот признаки истинного верующего. Вот что делают верующие. Если я захочу прийти к вам на работу и спросить людей о вас, молитесь ли вы за больных, говорите ли вы языками, мне, может, скажут «да» или «нет». Но в основном всегда все спрашивают именно так. Этот человек исполнил ли радости мира и так далее? Я вам скажу, что неверующие люди в мире имеют в себе эти качества. Неверующие. Человек, который спасен, будет трудиться для Бога, не чтобы спастись, но из благодарности за все, что Бог сделал для него. Мы можем сказать Ему «Иисус, ты столько сделал для меня. Я пойду и буду служить и буду молиться за людей, чтобы показать, как я люблю тебя». Но люди не хотят делать ничего, пока Бог им не скажет. Они боятся ошибиться, чтобы Бог их не сокрушил. Мы еще видим Бога как кого-то злого. У нас все еще представление о Нем, как у греков, у Зевси. Но Он любит нас и полюбил нас до того, как мы Его познали. Поэтому, когда вы жили жизнью греха, плевали на Него. Иисус плевали на Него. Иисус уже приходил и был распят и избит для вашего спасения и исцеления. Бог не относится к вам так, как вы заслуживаете, но так, какими Он хочет вас видеть. В Ветхом Завете Бог должен был относиться к людям определенным образом. Он относился к ним согласно падшей природе греха. Но в Новом Завете Бог относится к людям так, как хочет. Иисус говорил, что Бог посылает дождь для праведных и грешных. Бог не просто дает хорошее хорошим и плохое плохим. Писание говорит, что благость Бога ведет людей к покаянию. Иисус говорил о том, чтобы когда нас гонят, мы благословляли. И когда ненавидят, мы любили. Для чего Он это говорил? Потому что Он сам такой. Мы часто говорим о законе сения и жатвы, но в основном негативном. Мы говорим, что, наверное, мы пожинаем, что посеяли. Или же сеяние и жатва относятся к деньгам, если Вы включите христианские каналы. Если же исследуете то, что они проповедуют в Писании, Вы увидите, что каждое семя приносит плод своего вида. Это значит, что Вы не можете посеять деньги и пожать исцеление. Если Вы сеете деньги, Вы должны пожать деньги. Если они так сильно проповедуют о деньгах, почему никому они не высылают их? Почему они в Вас не сеют? Однажды была старая песня, в которой говорились слова. Все говорят мне давать Богу и при этом указывают свой адрес. Мы всегда слышим, как они выпрашивают деньги на все. Но Писание говорит, «Я не видел праведника, просящего». Вам не нужно выпрашивать. Божьи благословения с Вами. Вам не нужно их искать. Они к Вам придут, когда Вы будете заниматься тем, что будете благословлять других. Вы хотите больше силы? Используйте то, что есть. Но Вы скажете, что Вас недостаточно. Откуда Вы знаете? Вы не использовали ничего еще. Сеяние и жатва. Сеете силу, и больше силы придет. Вы жнете больше, чем сеете. В этом и есть закон сеяния и жатвы. Люди говорят о том, что хотят иметь великую веру. Вам не нужна великая вера. Вера из зерно горчичное сделает все, что нужно. Вы уже не можете иметь великую веру. Только два человека в Новом Завете имели великую веру. Эти два человека, о которых Иисус сказал, что у них великая вера, это был римский сотник и женщина Серафиникиянка. Они не имели завета с Богом. Они не были евреями. Именно поэтому они имели великую веру. Если бы у них был завет с Богом, они не имели бы великую веру. Завет гласил, отдай мне себя всецело, и я отдам себя тебе всецело. В этом нет ничего великого. Когда вы просто верите, завет обетованный. это завет обетований. Но римские сотники женщина имели великую веру, потому что не могли претендовать на то, что просили. У вас есть право просить. Поэтому здесь нет вопроса о великой вере. Поэтому не спрашивайте себя, имеете ли вы веру в то или иное. Лучше спросите себя, имеете ли вы достаточно любви? Но любовь излилась в вас святым духом. Если же нет, тогда вы скажете, что Бог виноват и не додал вам чего-то. Я пытался найти причины, по которым не хотел проповедовать исцеление. Я пытался обойти это стороной. Очень трудно приезжать куда-либо и проповедовать о всецелой победе. Потому что, когда я приезжаю, кто-то либо недавно умер, либо произошло поражение или еще что-то. И вот я приезжаю и говорю, что вам не нужно было терпеть это поражение и этим сыплю соль на рану. Люди злятся на меня из-за этого. Дэвид Хоган однажды схватил меня за руку и вывел на задний двор и показал кладбище. Он сказал, ты проповедуешь хорошо, но как же насчет этих людей? Я ему ответил, извини, что я не приехал раньше. Мы часто живем так, будто духовного мира не существует, но мы должны жить в нем. Я не говорю, чтобы жить в розовых мечтах. Духовный мир это не отдельный мир, но это как тело и душа, нечто единое. Люди говорят, что я хочу быть в духе, но вы уже в духе, если вы имеете Духа Христова. Да, нужно освежение и обновление Духа. Однажды Сперджинта спросили, почему он говорит о новых чувствах и обновлении, если мы во Христе. Он ответил, мне нужно обновление, потому что у меня брешь и утечка, поэтому нам нужно обновление, но как? Назидайтесь и исполняйтесь Духом, по я и воспевая духовные песнопения от сердца к Богу. Следующий вопрос. Тень Петра исцеляла. Как это происходило? Написано, что чудеса происходили так, что выносили больных на постелях, на улицах, чтобы хотя бы тень Петра осенила их. Не обязательно, что тень Петра исцеляла. Человек одет в плоть, но плоть не может закрыть собой дух человека. Ваш дух может выходить за рамки плоти, то есть дух может оказывать влияние за пределами плоти, как радар. Чем больше расстояние от вас к кому-либо, тем слабее влияние вашего духа. дух Божий запустил в действие все законы на земле. Закон притяжения и другие. Это невидимые духовные законы, хотя они принадлежат физическому миру. Чем больше вы наполнены духом, тем больше он выходит за рамки вашего тела. Чем сильнее вы духовно, тем более ощутимой становится ваша сила на большем расстоянии. К примеру, Виглс Ворд мог проходить мимо людей в поезде и люди могли падать под влиянием духа. Так сказать, силовое поле духа могло ощущаться на расстоянии. Чему вы посвятите себя, в том вы и будете двигаться больше. Если вы посвятите себя какой-либо из сфер Писания больше, то именно это будет проявляться в вашей жизни. Виглс Ворд предоставил себя Духу Святому в сферах исцеления и евангелизации. Чарльз Финей посвятил себя евангелизации и пробуждению. Он заходил на фабрику и все останавливалось. Дух Божий распространял свое влияние. Через несколько минут все на фабрике начинали каяться и плакать. Но никто не исцелялся. Почему? Потому что он не посвятил себя в сфере исцеления. То, что он сеял, то и пожинал. Дух Святой проявляет себя в согласии с тем, чему вы себя посвящаете. Вы даете ему свободный канал для того, чтобы он проистекал в этой сфере. То, что вы изучаете, тем вы и станете. когда Самуил помазал Саула, он ему сказал, что он встретит группу пророков. Когда они будут рядом с тобой, ты также начнешь пророчествовать. Ему нужно было ждать, пока они не будут рядом с ним. То, с кем рядом вы будете, тем вы и станете. Поэтому я часто говорю людям, что это хорошо, что я учу вас этим истинам. Но было бы намного лучше, если бы я взял вас с собой на служение на две недели. Потому что вы станете тем, что вы делаете. Поэтому я говорю, что я уже не учу об исцелении. Я стал уже исцелением. мне не нужно о нем думать, его направлять. Исцеление это жизнь. Однажды в служении Лейка было время, когда он приехал в деревню в Африке. И он не мог найти место отдохнуть. Он увидел, что ему и в этой деревне не удастся отдохнуть. Слишком много людей нуждались в молитве. Он понял, что не может сотрудниками больше молиться и увидел посреди деревни стоял столб, которому привязывали лошадей. Он сказал, что им нужно уехать отдохнуть. Он возложил руки на столб и передал ему помазание. Он сказал, что каждый, кто прикоснется к этому столбу, будет здоров. За одну неделю 70 тысяч людей было исцелено. Однажды с одним служителем мы были в школе исцеления. И там была девочка, которая была глуха на оба уха. Мы помолились за нее и ничего не произошло. Но пока мы уходили и перешли улицу, она была исцелена. Я хочу вам сказать, что исцеление это тяжелый труд, это не игры. Под градом льет с вас и вы устаете. Если вы не переключитесь в дух, вы физически будете уставшими. Когда мы далее молились с этим служителем, то выходили люди в очередь и он уже устал и оперся рукой о стену. Одна женщина вышла для молитвы к нему и стала около стены, где он прикоснулся рукой. До того, как он коснулся ее, она съехала вниз по стене и стала исцеленной. Он оставил отпечаток на этой части стены, где она прикоснулась, духовный отпечаток. Ваша ДНК духовная. Мы являемся благоуханием туда, куда мы идем. Куда бы вы ни пошли, вы должны оставлять след духа жизни за собой. Вы должны достичь момента, когда вы начнете всем сердцем верить Библии. Люди спрашивают, почему я не вижу исцеления? Потому что вы следите за словами, которые говорите только во время молитвы. В остальное время вы говорите все, что попало. Я не сторонник чрезмерного исповедания, но я не допускаю в своей речи грязные и негативные слова. Если вы не верите своим словам, тогда почему дьявол должен им верить? вы не можете сказать ранами Иисуса я исцелю, а в другое время говорить, что хотите. Вы скажете, но во время молитвы я серьезный. Нет, вы не можете включать и выключать рычаг исцеления, когда хотите. Это вся жизнь. Вы не можете назвать человека дураком, а затем молиться за кого-то, передавая ему жизнь. Не можете, не может из одного источника течь сладкая и соленая вода. Мы должны говорить слова, доставляющие благодать и мир слушающим. Нельзя смеяться над людьми и подшучивать над ними. Слово благословение буквально означает Бог сказал у вас все хорошее, что Он мог сказать. Поэтому как можно больше я должен запомнить себя Его словами, чтобы быть благословением для других. Аминь.